Завтра в Белгороде пройдет лекция для управленцев и предпринимателей ментора Алексея Воронина. Тема масштабирования и развития бизнеса. Для тех, кто не сможет туда попасть, мы приготовили подарок – экспресс-интервью эксперта. Из множества вопросов мы выбрали те, что больше всего интересует предпринимательское сообщество региона. Итак, все ли средства хороши для успешного бизнеса и как избежать ошибок? Спросим у Алексея Воронина, инвестора, совладельца сервиса онлайн-касс LifePay, а также члена рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика». Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Кто не работает, тот и не ошибается. Разве можно избежать ошибок на пути к успеху? На мой взгляд, самые успешные люди больше всего ошибались. Вы знаете, достаточно большое количество предпринимателей, и мы проводим периодически, и мы проводим опросы, и мы выявили интересную закономерность, сколько нужно попыток, чтобы достичь успеха, ну, такого системного успеха. И оказалось, что в среднем где-то не меньше семи попыток. То есть семь попыток, когда полностью по каким-то причинам предыдущий бизнес или не пошел, или пошел не так, как нужно. Поэтому минимум семь ошибок, семь смертных грехов, как известно. Ну, это, как правило, десяти тысяч часов практики, и ты становишься профессионалом международного уровня. В том числе. Что точно делать нельзя? Давайте обозначим топ-5 главных ошибок. Да, тоже скажу из статистики. Как правило, ведь когда люди в основной самосе приходят, они же не приходят, когда все хорошо, они приходят, когда становится чуть-чуть хуже, или не так хорошо, как они хотели бы. И основные ошибки, это первая, самая основная, мне кажется, ошибка, это считать. Не считать. Почему-то люди боятся цифр. Вот самое удивительное. Вообще в бизнесе есть примерно 20-30, где-то у некоторых до 50 основных цифр, которые необходимо контролировать. Это конверсии маркетинговые, это конверсии продажные, это количество возвращаемых клиентов, это отдачный капитал, это стоимость привлечения клиентов и так далее. То есть есть примерно 20-30 основных цифр. И как правило, если люди не считают цифр, то у них они по ощущениям, по интуиции. По наитии. Да, основная задача сделать некий такой, знаете, карты ключевых задач и карты ключевых показателей. Потому что ты понимаешь, выполняются твои цели. То есть, ну, например, я хочу увеличить выручку в два раза. И эта задача декомпозируется на определенное количество цифр, а цифры на определенное количество так называемых спринтов, то есть коротких, недельных, месячных отрезков времени, за которые зайцы в промежуток времени необходимо их изменить, улучшить, усилить и так далее. Это вот первое, считать. Второе, это, как ни парадоксально, у нас люди боятся продавать. Вот надо приучать себя не бояться продавать и не бояться, в хорошем смысле, нести ценности. И отсюда вытекает третий смертный грех – давать качественный продукт. Потому что, когда что-то продаешь без ценности, это обман. Это очень плохо для бизнеса, это низкие повторные продажи. Вот это три таких основных, скажем так, так называемых hard skills. И еще бы я отметил бы две вещи. Первое, знаете, вот много есть, по-моему, есть благотворительный проект, называется «Крылья». «Крылья» – это для тех ребят, кто попал в сложную жизнь ситуации. Какие-то разрывы, какие-то депрессии. Ну, бизнесмены, вы имеете в виду. Бизнесмены, да. Он только для предпринимателей. Я, знаете, вот заметил такую историю, что, опять же, статистика, что большинство этих ребят слишком много забирали и слишком мало давали. В смысле в общество, благотворительность, клиентам, сотрудникам. Вообще, давание миру, скажем так, да. Ну, то есть, не было гармонии, баланса. Да. Дай. Всеми дай. Всеми дай. И вот как только человек, вот слово «дай» со слова «возьми», скажем так, да, и начинает как бы меняться, вот какое-то ценностное ощущение начинает меняться, человек выруливает. Причем из очень больших минусов, из очень больших историй. То есть, что-то вот перещёлкивает такое вот внутри, и всё сразу, человек наверх идёт. Ну, и последнее, это, наверное, какая-то банальная история. Ну, люби то, что делаешь. Есть такая техника известная, называется «кигай». Она, есть один из вариантов перевода. Это смысл просыпаться по утрам. И вот надо любить то, что делаешь, любить свой продукт, любить своих клиентов. Понимаете, ну, как бы, деньги без ощущения, что ты делаешь какой-то значимый эмоциональный вклад других людей, там, для себя, для семьи, для города, для страны, для мира, ну, у каждого свой масштаб, да, но тем не менее, это даёт очень сильную идеологическую подоплёку бизнеса. Потому что деньги с собой не унесёшь. Вопрос «зачем?» Деньги зачем? Для того, чтобы удовлетворить свои первоначальные потребности, да. Но на самом деле, когда человек правильно отвечает на этот вопрос «зачем?», это вот прям, это у человека светятся глаза, с ним хочется общаться, у него хочется покупать, с ним хочется быть рядом, потому что, ну, это, знаете, вот такие вот, я бы сказал, бизнес-просветление, наверное, какое-то. Ну, я думаю, это просветление касается не только бизнеса, а всей жизни в целом, да? Да. Вы всё это поняли на собственном опыте, выстрадали через возможные потери и крах каких-то проектов? Конечно. Знаете, помню, много было историй, когда я делал очень большие деньги. Всё, что я рассказываю, в том числе, я проходил через себя. И когда неправильно считал, и когда, в том числе, были деньги превыше всего. То есть это не надо думать, что я какой-то такой человек, который, знаете, вот такой великий гуру, который там летает где-то на небесах. Нет, конечно, сначала ты это проходишь через себя, потом ты это находишь в подтверждении в книгах, в фильмах, в учебниках, потом ты начинаешь с этим работать, а потом ты можешь этому научить других. Чем отличается мастер от учителя? Да, учитель может научить мастер через свой опыт. И, как показывает опыт, эффективность через свой опыт, она на порядок выше. Да, и миллионы долларов терял, причем за счет только одного звонка. И не дозарабатывал очень много денег за счет того, что неправильно посчитал. И как раз, и когда начал это делать, начал, наоборот, хорошо зарабатывать. То есть, ну вот, всё, что рассказывал, всё проходило. Но вы сказали про огромные потери, через которые вы лично прошли. Как совладать с собой в такой ситуации? О, слушайте. Ну, смотрите. Вот краткий план, что делать, когда всё идёт не так. Самое сложное, это, как правило, мы впадаем в сильное негативное, депрессивное состояние. По-русски говоря, это гормональная кортизовая зависимость. То есть, начинает вырабатываться гормон стресса. Его надо снимать и пересаживаться на эндорфиновую зависимость, на позитивные эмоции. Как это делается? Очень просто. Первое – это спорт. То есть, активность, движение, пробежки, йога, дыхательные гимнастики. В общем, активность. Это просто начинается в какой… То есть, у нас в момент бега движется 600 скелетных мышц, и они активны. То есть, почему люди любят бегать многие километры, марафоны? Потому что, ну, по сути, это такая прям эндорфиновая, ну, в хорошем смысле, зависимость. То есть, после пробежки улучшается настроение, энергии больше. Второе – это смена фокуса с проблемой на план. Потому что большую проблему решить невозможно, и у тебя она все захватывает всего, и ты не понимаешь, что делать. И сразу большую проблему решить невозможно, потому что энергии не хватает. Ее так мало. Ты еще в депрессивном состоянии, еще как бы эмоции, да. И получается, что нужно делать? Надо разделить проблему на маленькие подзадачи. А маленькая подзадача легко решается. И когда ты решаешь маленькую подзадачу, она дает тебе энергию. Победа дает энергию. И маленькие победы, знаете, как зажигание, искра зажигания, да, и заводишься. То есть, проблема в план. Маленькие, понятные, простые, которые легко выполнить действия. Третье состояние – это сменить окружение. Семья, природа, друзья. То есть, знаете, как есть там, что дает энергию. Хорошо высыпаться. Семья, сон, сауна, баня, смех. Вот, короткий. И дальше я настоятельно рекомендую найти себе наставника, который через это уже проходил, или который уже знает, так называемые, точные действия в бизнесе. Потому что, когда ресурсов мало, ты не можешь рисковать, перебирая варианты решения вопросов. Тебе необходимо точно знать самый эффективный, самый результативный и самый быстрый способ достичь своих целей или выйти из какой-то либо проблемы. Спасибо, Алексей. Я думаю, что вот я послушал и понял, что ваша лекция будет полезна не только бизнесменам, на самом деле, а практически всем людям. Удачи вам. Всего хорошего. Спасибо.